1 августа начался последний день лета, 30 дней у вас, чтобы подтянуть форму, для того, чтобы подтянуть свои знания по финансам. И, кстати, у нас вчера завершилась регистрация в закрытый канал, мы сейчас активно будем работать. Следующая регистрация для тех, кто не успел, будет в конце лета, и я сделаю скидочки в связи с днем знаний. Так что не пропустите, мы уже в закрытой группе начали работу, сегодня я выложил список акций, актуальных для покупки, плюс новые участники начали смотреть уроки, ознакомливаться, вникать в мир инвестиций. В мире инвестиций, кстати, сегодня отличные просто новости, рынки растут, Фома, наш друг Фома, а мы при этом фиксируем прибыль. Я сегодня немножечко продал акции норильского никеля, продал немножечко акций Тинькофф, банка, это мои долгосрочные позиции, но тем не менее, когда идет такой максимальный позитив, когда аналитики переобуваются, говорят, что впереди только рост, вообще другого быть не может. В это же время мы видим безоткатный рост в течение 7 дней торговых на Мосбирже, то есть вообще безоткатно, каждый рост, 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 рост. И на S&P на американском рынке мы видим вообще 5 месяцев безоткатного роста, ну там плюс-минус такая волатильность есть, но в целом мы готовимся обновить all-time high. И на таком фоне обычно выходит одна новость, которая вот эти 7 свечек вверх и потом одна вниз просто весь рост сливает. Все, кто зашел там вчера-сегодня, они, как правило, теряют свои доходы. Ну я, как обычно, говорю, что, друзья, не поддаемся жадности, ждем справедливых фундаментальных показателей компании, чтобы заходить, и я сам последний месяц практически уже ничего не покупал. Ну там микросделки какие-то есть, у меня в основном продажи идут, акции, для того, чтобы докупить, когда будет коррекция. Ну и в связи с тем, что начался август, по каждому месяцу есть определенная статистика. Если мы посмотрим на статистику, которая есть у нас в августе, ну это, правда, американский рынок, ну и на российском рынке, в принципе, похожая ситуация, август такой нейтральный, да, ну тут минус там 0,02%, то есть это вообще ерунда, то есть август обычно стоит на месте. Почему это происходит? Потому что все отдыхают, лето, крупные хедж-фонды отдыхают, но посмотрите на сентябрь. Сейчас, когда рынок находится на своих максимальных отметках, очень вероятно, что в сентябре мы увидим падение, коррекцию по всем прям отраслям. Поэтому лучшая стратегия, наверное, сейчас накапливать кэш, выбрать для себя список активов, которые вы хотите купить, которые вы хотите инвестировать и дождаться просто конца сентября. Там явно будет коррекция. И затем новогодние ралли. То есть сентябрь, октябрь, ноябрь, падение, я думаю, будет в этом году, и затем новогодние ралли. Что касается данных, которые выходят, мы постараемся убрать лишнюю рекламу. Тут у нас сегодня вышли такие вот данные. Во-первых, число открытых вакансий на рынке труда уменьшилось, что в целом не очень хорошо. Также вышел индекс цен в производственном секторе. То есть это такая тоже косвенная инфляция, который немножечко снизился. И при этом также снизилась деловая активность в производственном секторе. Поэтому что касается данных по ВВП США, то есть это тоже одни из данных, которые формируют внутриваловый продукт. Не все так хорошо. То есть такого прям роста, который закладывают все, ее нет. Также снижается индекс занятости в производственном секторе. То есть люди увольняются потихонечку. Когда люди сокращают, когда компании увольняют сотрудников, я уже говорил неоднократно, это не очень хороший знак. Это значит, что активность снижается. При этом, если мы посмотрим на экономику еврозоны, то здесь вышли данные по инфляции. Это прям непосредственно данные по инфляции, которая не замедляется. Представляете? То есть ее инфляция продолжает оставаться на отметке 5,5-5,4%. Это рекорд за последние много-много лет. Ну тут двадцатка, да, видно. То есть в целом высокие ставки пока не работают. И я думаю на эти данные в том числе смотрит ФРС, потому что ФРС уже говорят о том, что мы победили, все мы работаем, мы все правильно делаем. Ну вот сейчас, смотрите, бензинчик подорожает, нефть 85 уже. Вслед за нефтью растут цены на полках магазинов, которые в том числе составляют инфляцию. И мы можем вполне увидеть в августе, в сентябре, данные по инфляции выше, чем были в прошлом месяце. Год к году это будет прирост. В таком случае ФРС будет задирать ставку еще выше. Ну и параллельно мы видим банкротство различных компаний, которые пока что происходят так на фоне. Пока какой-нибудь крупняк не склеит ласты, да. Ну я имею в виду большая компания не обанкротится. Ну тогда будет, конечно, сюрприз для всех рынков, для инвесторов. И оптимизм, который сейчас царит на рынке акций, он очень быстрый. Я говорю, одна новость и все. И весь этот рост будет слит. Ну а тем временем мы видим S&P. Пока что у исторических максимумов остается буквально 5%, чтобы обновить all-time high. То есть обновить максимум по американскому рынку за всю историю вообще когда-либо существования индекса. Происходит это за счет крупнейших компаний по-прежнему. То есть Apple, Microsoft и вот это вот все. Это все разгоняет рынки. И JP Morgan сегодня в том числе объявили, что это лишь вопрос времени, когда он будет обновлен. Ну понятное дело, что это вопрос времени. Кто бы сомневался, да. Но я не думаю, что это случится сейчас. И я сегодня в том числе выкладывал такую классную картинку. Сейчас, где она у меня? Она у меня в телеге. Кстати, вот в телегу, если подписывайтесь, сразу видите все актуальные картиночки, все актуальные данные. Это разрыв капитализации компаний сырьевых и компаний, связанных в IT-секторе. То есть вот технический сектор и компании сырьевые. И мы видим пузырь даткомов. Смотрите, вот просто одинаковая ситуация. История, она же циклична. Что у нас было в 2001 году? Был коллапс, был краш рынка. И на 50% просто компании подсдулись. То есть некоторые компании подсдулись под 99%, но в целом рынок просел на 50%. Поэтому, друзья, вот мне эта ситуация вообще не нравится. Я думаю, что будет обязательно коррекция. Но, возможно, не 50%, потому что ФРС прям у них сейчас, по крайней мере, есть инструмент для поддержки рынка, да, снижения ставки. Но оно будет недобровольным. Оно будет экстренным. И, скорее всего, начнут опять печатать деньги. И на инфляцию уже забьют. Вот мне кажется, что так будет. И тут защитные сектора. Это золото, которое страхует от инфляции, если ставку начнут понижать. Это крипта, безусловно. Поэтому по крипте я прямо в ближайшее время у нас, кто в криптогруппе находится, планирую дать несколько сделок. Планирую брать ланги. Ну, посмотрим еще. И что у нас еще? Золото. Ну, и облигации. Да, облигации я тоже телеги дал, что это как защитный актив. Просто фиксированная доходность. Ну, мне, если честно, пока неинтересны. Облигации, особенно в России, когда ставку обещали поднять еще. Поэтому мы здесь пока еще посмотрим. Далее. Далее. Хорошие новости. Что мы постоянно про плохое? Давайте посмотрим на торги на московской бирже. Какие здесь... Сегодня вот Мосбиржа поделилась оборотом на площадке. И выяснилось, что ситуация вообще супер-мега-прекрасно позитивная. Мы видим сегодня all-time high по Сберу, который там штурмует максимум. И мы видим Мосбиржа, которая проколола 3100 пунктов. То есть тут вообще с гэпами просто открывается, летит скайрокет во всей тяжке. И мы видим данные по Мосбирже. Количество активных частных инвесторов с начала 2023 года увеличилось кратно. Ну, вот здесь написано 1,34 миллиона частных инвесторов. Когда в 2022 году ежедневные сделки совершали 625 тысяч. То есть, ну, в два раза меньше. 2022 год, понятно. Это у нас кризис. Не у многих в кризис, когда акции дешевые, было желание их покупать. Только когда все подорожало, все пришли и хотят дорого купить. Ну, вот такая типичная картинка. Две очереди. В одну очередь, в одну кассу стоят люди, которые хотят купить Сбер по 270. И в другую очередь стоят люди, там, Сбер по 100 рублей, никого нет. Вот. Это прям типично. Когда толпа идет покупать по дорогим ценам, значит, друзья, надо держаться. Надо стоять в другую очередь, да, где еще нет кассира. В общем, объем торгов тоже превышает максимумы. Здесь, интересно, цифра 82%. Именно столько физических лиц сейчас в общем объеме торгов. То есть, представляете, рынок движется за счет населения. То есть, телеграм-каналы, ютуб-каналы, которые там разгоняют акции. Вот эти скам-каналы, которые людей обманывают, мошенники всякие. Вот они разгоняют рынок. Мы, естественно, вот у меня есть телеграм-канал. Я никогда никого не призываю что-либо покупать. В нашей закрытой группе тоже. Я специально не набираю там 10 тысяч человек, там, по 5 рублей, чтобы не было вот этих разгонов акций. И советую вам тоже, ну, придерживаться там, не там, где опять-таки толпа, да, не то, что все тарят. Быть в таком сообществе, где нету вот этого вот массового инвестора, потому что он массовый инвестор, он в большинстве своем теряет. Спросите 95% инвесторов, трейдеров, которые сейчас пришли на рынок последние 3 года. У большинства будут убытки. Почему? Потому что сидят тут в этих каналах непонятных, где даже лицо свое не показывает никто, и на этих сигнальчиках, значит, сидят, балуются. Ну, как хотите, да. Вот. Ну и, собственно, Московская биржа. Мы брали в том числе акции Московской биржи. Я их, кстати, тоже немножечко подфиксировал. Сейчас 134. Я думаю, что здесь все будет отлично. С учетом новых ограничений, которые ввели. Потому что сейчас этот цифровой рубль, я думаю, еще к Московской бирже очень хорошо привяжут, плюс создадут дополнительные валютные пары, которые контролируются Центробанком, еще их на Мосбирже ведут. Плюс в перспективе, я думаю, здесь и китайские акции появятся. Так что все будет отлично здесь в этом плане. Ну, единственное, санкции на НКЦ могут ввести, что тоже в целом не так-то и страшно с точки зрения инфраструктуры уже теперь. Сделка этой недели. У меня шорт СИПКИ. То есть хочется увидеть коррекцию СНП и не только увидеть, но и поучаствовать в этой коррекции. Пока что я, конечно, в минусе. У меня там порядка от первого входа минус 7%, средняя позиция минус 3%. Я планировал усреднить по 468, но не дошла цена, не доросли. То есть фьючерсы уже не верят, что будет выше, чем 4650. Ну, поэтому на фьючерсах я по-прежнему в шорте. Вот мой сценарий, собственно, в приватке кто есть. 430 я планирую увидеть. Ну, возможно, чуть раньше прикрою, потому что у меня, в принципе, вход намного-намного ниже. Посмотрим. И вторая сделка – это нефть, которая за разу не падает. Тоже безоткатный рост. В Китае, кстати, там ураган какой-то. Тоже там не все хорошо. Но вот рынок пока что игнорирует. В моменте оптимизма. Я хочу увидеть тоже нефть, чтобы скорректировалась до 80. Только потом через ретест вот этих сильных уровней на 81.3 уже брать лонги. Конечно, нефть однозначно лонг. Таргет тут 90 долларов за баррель. Возможно, даже больше в моменте. Но сейчас стратегические запасы США закупают. Возможно, они поманипулируют немножко ценой, чтобы закупиться дешевле. И там же мы тоже вместе с США тоже зайдем в эту сделочку. Ну, пока что рост. Я уже два раза вылетел по стопам. Сейчас посмотрим. Бог любит троицу. Наверное, третий раз меня выбьет. И там еще раз я зайду. Посмотрим. Ну, такие короткие-короткие сделочки. В нефти лучше не сидеть с длинным стопом. То есть, лучше внутри дня брать, перезаходить на следующий день. Вот что. Ну, и напоследок. Норильский никель выполнил наконец-то цели. Дошли до 17. Я зафиксил. Ну, вот по текущей цене по 16.880 у меня сработал тейк. Можно было чуть выше, конечно, закрыть. Но я по 17.300 еще дождусь. Там еще прикрою. У меня позиция была 15% практически в портфель. Сейчас осталось 10% от портфеля. Одна из компаний, к которой я верю. Ну, почему, да? Объяснял неоднократно. Рубль растет. Точнее, доллар растет. Рубль падает. При росте доллара. Еще и у нас начинается постепенно. Там медь поползла наверх. Цены на медь, цены на металлы в целом. Карабкаются, да? Думаю, в ближайшее время что-то такое. Будет какой-то импульс. Ну, естественно, выигрывают тут экспортеры. Друзья, пишите ваши вопросы. Как обычно, поддержите видео комментарием. Они помогают мне развивать мой канал. Помогать большему количеству людей увидеть грамотную аналитику без лишней воды и манипуляций. Ну, и всем желаю, конечно, профита. Ваш профит. Мое почтение.